Увы, Крэгер уже добрался до острова Глайф и заполучил вторую часть артефакта. Вам остается только устремиться на север, вглубь снежных пустынь, в поисках последней его части. Она поможет своему хозяину одержать верх в поединке, когда придет время призвать негодяя к ответу. Разведчики рассказывают невероятные истории о прекрасных зеленых долинах, что лежат в самом сердце снегов. Никто не знает, правда это или бред ослепленных буранами путников. Довольно интересный такой сценарий, хочу сказать. Он с одной стороны простой, а другой не очень. В общем, в чем суть? Сама по себе карта по размеру небольшая. Ну, большую часть тут, пожалуй, будет занимать одно только море. В середине будет располагаться остров замка Некроманта, который нам нужно будет, по идее, захватить. Но мешаться нам будет здесь и два игрока Варвара. Один желтый, другой красный. И вот тут уже начнется проблема, на самом деле. Если желтого победить, может, ну тут вообще будет пару приемов, то с красным такой номер уже не пройдет. Просто у одного из его героев будет с самого начала игры весьма такая немаленькая армия, которой вообще поначалу определенно стоит опасаться. И, знаете, будет довольно забавно, если этому герою вдруг приспичит последовать территорию желтого. Ну, как разобраться с этой ситуацией, потом еще расскажу, как начну озвучить саму миссию. А пока что давайте выберем бонус. Ну, да, золото и неплохие войска, конечно, могут помочь поначалу игры. Но я, пожалуй, все-таки выберу башмаки путника. Как-никак, бегать нам по этой карте придется долго, и по снегу в том числе, так, что подобные башмачки нам подойдут в самый раз. Ну, а теперь погнали. Мы уверены, третий час артефакта находится на севере. Пока мы не знаем, где она спрятана, но наши шпионы ее обязательно найдут. Враг очень силен, и мы не сможем разгромить его до конца. Так что берите, что сможете, а взяв, не отдавайте. Ну, да, вот как видите, игра, но тут говорят о том, что варваров вообще нереально победить. Ну, не волнуйтесь, я вам еще докажу обратное, все тут реально. Ну, и давайте, раз уж я начал изучить прохождение этой миссии, то надо бы рассказать, как победить ту великую ужасную армию красного, если вам повезло ее уже встретить в самом начале. Если у вас героем атический, в городе стоит гильдия, скажем, второго уровня, то можно будет и попороняться. На чисто поле вы вряд ли что-то сможете сделать, когда против вас идет, скажем, 200 гоблинов или 50 орков, или еще что-то похуже. Так что лучше просто стойте за стенами, оступяйте и замедляйте, кого только сможете, и тогда у вас уже появятся хорошие шансы на победу. А еще, как вариант, вы можете даже пока не обращать внимания на эту армию, а учить скажем куда подальше, и позахватывать другие замки красного. Там все-таки армии будут не такими уж и большими, так что должны будете справиться. Ну, если у вас и самих уже что-то есть. Таким образом, сможете значительно ослабить этого красного, а потом, используя все захваченные замки, сможете набрать себе непонку армии, а потом отомстить. Ну, на мой взгляд, эти вещи были довольно очевидны. Много кто об этом мог уже догадаться, но спрашиваться тогда, неужели разработчики подумали о том, что мы все настолько... Хм... глупые? Ну, всяко в случае, что бы хотел посоветовать поначалу. Берите магического героя. Как-никак, таким героям обычно всегда дают больше знаний, чем тем же варварам или рыцарям. Ну, а знания в этом сценарии окажутся штука полезной. А все почему? Потому что активировать замка желтого окажется довольно приятный секрет. Ну, я пока рассказывать не буду, что там будет находиться, но добраться до него можно будет вообще запросто. Секрет этот находится за воротами. Ключ находится прямо рядом с нами, так что теперь главное только его не забыть. Но потом, как начнете покидать свои родные земли, пробьете через кабачков, лучше идти на запад. Там будет находиться территория желтого, которую можно будет вообще запросто захватить, так что такой возможности выпускать точно не стоит. А вот если пойдете на восток, то велик риск уже то, что на вас нападет как раз какая-то самая большущая армия. Да и к тому же приятных сюрпризов у красного точно не будет, так что не вариант. Ну, как только дойдем до того самого секрета, потом еще продолжу рассказывать о дальнейших вариантах развития событий. А пока что, давайте посмотрим на саму карту и узнаем, что тут уже успело произойти и что потом еще будет. Ну да, как видите, сейчас у нас происходит достаточно такой непростой бой с теми же гномами улучшенными. Они мне тут, конечно, достаточно много так боли доставят. Особенно с учетом, что у меня нет здесь улучшенных лучников. Я мог бы, конечно, подождать немножечко до этого боя, тогда бы тут, конечно, вышел с него с немножечко мечными потерями. Но, с другой стороны, я бы не сказал то, что мне как-то уж сильно нужны те же самые копейщики или мечники, потому что потом их на что-нибудь применяем, на тех же всадников или, может быть, даже огров из варварских замков потом. Потом еще в армии появятся такие войска, как тролли, например. Они все-таки неплохо стреляют, так что все-таки будет полезно таких ребят иметь. Так, ну окей, с гномами разобрались. Как видите, у меня этот герой все-таки магический. Не зря мы его взяли. Потом еще поможет наверняка. Туста. У него все-таки будет увеличиваться еще сила магии со знаниями при повышении уровня. По крайней мере, почаще, чем у рыцаря, например. Это мне в этом сценарии еще поможет, я напомню. Так, ну окей, значит, передали нашему рыцарю побольше войск, тех же лучников, например, чтобы потом их еще улучшил в замке. Рыцаря пока что ставить не будем. Может быть, даже под конец недели. Главное сейчас улучшить тех же лучников, чтобы мне было как-то попроще взять тот же самый варварский замок первый. Он же у единственной, у желтого. Так, ну берем здесь также мечника, потому что будет это все дело передавать нашему чернокнижнику с достаточно такой высокой скоростью. Особенно если учитывать то, что у него есть ботиночки, которые взял в самом начале миссии. Так, ну и дела защиты у него на самом деле тоже будут неплохие, потому что у него все-таки есть и доспехи эндурана, плюс еще незримо четную тут только что подобрали у гномов. Так что бой с кабачками должен будет пройти достаточно так быстренько, поэтому я даже как-то выкладывать не буду. Сразу же вырежу. Потому что на самом-то деле там нужно создать только две вещи. То есть вы заблокируете тех же лучников своими копейщиками и мечниками, а потом уже все, расстреливаете. Вот и все. Так, ну там, тут здесь также всадников под конец недели. Улучшать их пока что не будем, потому что ресурсы наверняка еще на что не пригодятся. Может быть даже построят там что-нибудь полезное того же варвара. Кто его знает. Так, ну давайте пропустим здесь ход. Как видите, тут еще расположились те же герои желтого. Если бы точнее, тут где-то две штуки. Причем они будут достаточно такими, не шутка-то сильными. То есть вот как видите, у этого героя вообще изначально армия. То есть только гоблины и орки. Но в замке скорее всего вообще охрана не сидит. Ну так, конечно, варвара нас умеет проклинать. По сути, больше у него ничего полезного такого и нету. Да проклятие, бред, не такое уж и сильное. То есть она действует всего лишь один раунд. Так, ну и все. От героя избавились. И давайте что ли захватим этот замок, которому, как и уже сказалось, охрана-то вообще не сидит. Да, к тому же он тут еще тролли поставил, которых даже как-то не скупил. Зато их смог улучшить. Ну и давайте тогда всех покупать целых 8 штук уже. Потом еще можно будет и урков улучшить. Скорее всего, они мне потом еще тоже пригодятся, но пока что их брать не буду, потому что скорость у них все-таки не такая же высокая. Может быть, мне даже имело смысл взять тех же волков, потому что я тут даже драться на ближайшие дни ни с кем не собираюсь. Ну, хотя тех же троллей, может быть, я на всякий случай, то может быть, мне потом еще встретится какой-то там желтый. Может быть, у него там все-таки имеется какой-нибудь еще один герой. Так, ну давайте все-таки, раз уже дошла речь о геройах, возьмем еще одного опуска. Это будет волшебница, которая потом еще поможет мне взять эти шахты. Золотую и рудную. Не, ну золотую, в принципе, сам уже взял, потому что ее нужно будет брать уже как можно быстрее. Все-таки нужно будет, чтобы... Не, побыстрее приходил доход в виде золотых. Так. Здесь также можно будет поставить и логово угров. Как-никак еще потом поможет. Угры все-таки не такие уж и бесполезные войска, пускай медленные. Лучше они, конечно, хорошо себя покажут. И, в принципе, как видите, уже добраться до того самого места, до того самого донячка, о котором я уже говорил. Ну и, как видите, там еще будет расположен достаточно такой хитрый свиток. И, ребят, вы ни за что не догадаетесь, что это будет за свиток, если вы не играли в эту миссию. А здесь у нас, ребята, будет свиток с дверью измерений. Так вот. Ну, в принципе, вы потом еще что увидите. Пока же давайте возьмем здесь все сундучки. Получаем здесь побольше уровней. Как-никак это мне потом еще поможет. Деньги мне не так уж важны, на самом деле. Мне потом еще будут. Да, как видите, пока что мы вворовываем все эти сундучки. Да и все, что вообще можно только взять. Раз уж у меня появилось такое замечательное заклинание, как эта сама дверь. Ну и, пожалуй, то, ради чего я брал этого чернокнижника. То есть для того, чтобы не возникло проблем с той же дверью. Так, ну все. Можно будет уже возвращаться к себе на базу и магию устанавливать. Так. Ну, магии мне, конечно, еще хватает на целых два портала таких. Так что можно будет телепортнуться куда-то вот сюда. Потом еще зайти в замок. И будем устанавливаться в таком случае. Потом еще можно будет и гидруидом телепортнуться. Посмотреть, что у них там такого полезного будет. Так, ну а что будет? Можно будет, в принципе, уже увольнять. Потому что ее уже догоняет этот самый желтый герой. Который, конечно, нам ничего не сможешь сделать. Проиграть, я бы саму, огра. Я на них, конечно, уже перед далеко не буду. Потому что их там осталось не так уж много. Так что опыта за них не так уж много получу. Так. Случаем здесь еще больше всяких полезных вещей. Например, Борису только что подобрал. Плюс еще несколько уровней. Бонус к защите. Но золото уж брать как-то не буду. Так. Еще раз подзарядимся. Пока что мне достаточно так хорошо везет, надо сказать. Так. Еще больше 100 дучков. Получаем здесь новый уровень. Ну, берем, наверное, мистицизм. Потому что он будет наверняка полезен того же самого ролейного узора. И потом еще бриллиантового колечка. Помню, честно говоря, как оно называется. Вроде бы как кольцо мага. Ну, во всяком случае, оно у нас увеличит силу маги. Наверняка еще поможет в какой-нибудь бою. Ну, а пока что, давайте сейчас зайдем в замок рыцарей. И скупим здесь какие-то новые войска. Например, улучшенных всадников. Ну, вот какой-то такой состав армии у меня, в принципе, и весь сценарий будет. Не, ну, конечно, войск у меня тут будет гораздо больше. Ну, во всяком случае. Давайте, что ли, немножечко опять обрежем запись. И встретимся уже после того, как будем нападать на красного. Так, ну, в принципе, я тут уже промотал до того самого момента, когда я встретил самую большую армию у красного. Которая, как мне, даже сама подходит. А как-то даже не подозревал о том, что она тут как раз и стоит. Ну, во всяком случае, я бы не сказал, что я как-то сильно боюсь. Потому что у меня есть ослепление. То есть я смогу ослепить тех же орков или троллей. А может быть даже гоблинов, потому что их тут тоже достаточно так немало. 290 штук, как-никак. Может быть, изначально их было даже 300, точно не знаю. Ну, во всяком случае. А тех же орков тут... Ничего так у вас не остается уже. Только 7 штук. То есть их можно будет даже добить. На самом-то деле, в чубы и нет. Они тут, конечно, быстро. То есть они могут заблокировать мои бушники. Поэтому будет лучше, конечно, пораньше уничтожить. Но потому что где-то за те же троллей приниматься. Чтобы уж они мне тут как-то слишком много стрелков не уничтожили. Так, у троллей удачи. Это, конечно, не очень хорошо. Стрелят они по моим троллям. И уничтожатся в 4 штуки. Неплохо так, на самом деле. Ну, хотя, с другой стороны, их было где-то 9. Так что неудивительно. Так, ну окей, значит, остается всего 4. Так что их можно будет заблокировать теми же всадниками. Желательно, конечно, при этом еще замедлить огров. Чтобы они как-то до меня не добрались. Все-таки всадники-то те же двухклеточные. Пускай быстрые. Так что, конечно, стоит беречь. Так, ну дальше, конечно, тем же троллям особо не поможет. Их можно будет уже добивать. Все. Хотя у нас уже больше никаких проблем тут не осталось в этом бою. Остается тех же огров как-то достреливать. Хотя, с другой стороны, для меня это не такая же большая проблема. Все-таки скорость у них достаточно низкая. А уж замедленные огры это вообще детский лебед. Потому что, как видите, они ходят всего лишь на одну единичку. Даже на моих садников как-то не хотят отвлекаться. То есть все, что они хотят сделать, это только вот идти на стрелков. Да, конечно, скоро может пропасть ослепление тех же гоблинов или орков. Так что на них, конечно, стоит тоже как-то позаботиться. Так что я подынул своих садников поближе к оркам. Чтобы в случае чего можно было их уже уничтожать рано или поздно. Чтобы они, по-моему-то, не стреляли. Так, мы по-прежнему методично так расстрелим этих огров. Рано или поздно, конечно, у тех же гоблинов закончится свое ослепление. Например, сейчас, когда я по ним уже выстрелил. Поэтому давайте сейчас мы сделаем на них замедление. Чтобы они моих садников как-то не били. Потому что они как-никак 4 единичка скорости. Точнее передвижение. Ну так, замедленные. Они будут ходить всего лишь на две. Так, ну окей, продвигаем поближе наших огров. Так-то они уже проблем-то нам не доставят. Так, ну, у тех же орков уже пропало ослепление. Так что я его перенакладываю. Чтобы они потом уже не ходили в этом раунде хотя бы. Так, ну окей. Еще сделаем парочку выстрелов своими рейджерами. Их остается уже не так уж много. То есть они моих садников как-то сильно-то угрожать уже не будут. Так, у моих орков еще мы рады. Отлично вообще. Так, и их остается только 29. То есть они моих садников тут даже как-то не уничтожат. Вообще нет одного. Так, ну все. С этой армией мы расправились. Потеряли тут, конечно, при этом несколько стрелков войск. Но так мы получаем с этот бой достаточно угоботу. То есть целых на два уровня поднялись. Ну давайте, чтобы уж как-то не было совсем скучно. Чтобы уж как-то сразу не мотал под конец этой миссии где-то. То есть уже под уничтожение красного игрока. Давайте что-либо посмотрим на то, как тут брать местные замки. Которых, как видите, не так уж много войск. Тут где-то 28 волков, конечно, стоит. 24 гоблина. Ну так вот, по сути, все. То есть тех же орков тут бояться особо-то и не стоит. Хотя, конечно, о них тоже не стоит забывать, на самом-то деле. Так что мы по ним тоже стреляем. Так. Ну да, тут, конечно, убивать тех же троллей понемножечку. С помощью тех же башен. Как-то об этом я даже не позаботился, на самом деле. Не стоит так делать. Так, ну окей. Минус те орки. То есть у меня тут уже больше троллей-то убивать не будут. Это вообще, по-моему, отличнейший лошадь при осаде любых замков. Потому что они как-никак останавливают уже здоровье на следующий раунд. Нет, конечно, получше троллей будут наверняка те же самые титаны. Но, знаете ли, в этой миссии нам титанов вряд ли дадут уже. Потому что тут нет ни одного замка чародеев. Да никаких титанов, чтобы их можно было присоединять. Ну ладно. О них мы сейчас, скорее всего, успеем еще поговорить. Может быть, даже в последней миссии. Но пока же давайте все-таки захватим этот замок. Добьем последних троллей. Но потому что будем переходить, в общем-то, к уничтожанию красного игрока. Соответственно, его последним героем. Так. Добиваем тех же троллей. Ну все, мы взяли очередной замок варваров. Так что, как я уже сказал, давайте уже встречаться после того, как будем уничтожать красного. Так. Мы только что знали, что артефакт находится на островах Север-Континента. Мне понятно только, как туда добраться. Ищите внимательно. Должен же быть хоть какой-то способ туда попасть. Ну, на самом-то деле, это сообщение пришло, да, может быть, немножечко запоздало. Я бы даже сказал соупочно, потому что способ, мы этот уже давно нашли. Считайте, уже в самом начале игры. Называется, на дворе измерений. Или порталов, как в этой локализации. Ну, во всяком случае, это заклинание вообще может там запросто помочь телепортнуться к тому же Непроманту. Потом еще как-то запросто его вынести. Но, с другой стороны, будучи мне остаются эльфов. И как-то мог это вообще переужеднее это сделать. Потому что там на этом острове как раз будут улучшены уже эльфы сразу. В еще больших количествах. Ну, так что, как только вы забираете это дворе измерений, то все уже, можно сказать. Союзом эльфов, ну, миссии там можно уже закачивать. Ну, так, давайте все-таки добьем этого варвара, чтобы уж как-то у нас препятствия-то этих не оставалось. В виде красного игрока. Да, как видите, от красного мы уже избавились. Теперь все, нам остается только посетить эти бонусы постоянные. Вроде плюс один к защите. И потом еще собирать армию, после чего мы будем уже готовы нападать на последнего игрока. То бишь на Некроманта. Так что, скоро увидимся. Так, ну все, ребятки, как вы понимаете, мы уже более-менее готовы к последнему бою. Мне тут еще достаточно такая приличная армия накопилась. Так что давайте сейчас оттаномимся у этого колодца. После тех же порталов. Ну да, вот, как видите, тут еще полно всяких эльфов стоит по какой-то причине. Но их, тем не менее, можно будет присоединять. Имеем все распоряжение с АТО и СТУЧСОЮЗ. И давайте в такой случай нападать уже на Дарлана уже на последние единицы передвижения. На 5 до 10 четвертой недели. Ну да, как видите, Дарлана достаточно такая неплохая армия тут скопилась за все эти дни. 79 скелетов. Тут еще какое-то количество зомби есть. Так, ну давайте что ли кидим сюда звездопад. Между людьми и мумиями. Потому что, как по мне, они тут будут наиболее такими опасными стеками. Мумии, потому что они самые крепкие, да еще к тому же быстрые. Но драконов тут на самом деле будет не так уж много. Это как 4 штуки всего лишь. Так что они могут, конечно, заблокировать нам тролли. Ну, не более того, их можно будет запросто уничтожить. Подходят нам постепенно те же самые мумии. Поэтому мы вперед отодвигаем уже своих огров. Надеемся, что мы их заблокируем. Конечно, хотя я бы на это не хотел бы рассчитывать, на самом деле. Потому что мумии-то все-таки достаточно быстрые. Может быть, до огров они и доберутся. Может быть, они их потом ударят. Но на следующий ход они уже доберутся до моих стрелков. Поэтому их нужно будет как-то побыстрее уничтожить. Так, ну пока что кидаем сюда метеоритник очередной между скелетами и зомби. От скелетов уже почти ничего не остается. Как я уже говорил, по сути, мои единственные опасности здесь будут только от мумии. Потому что личи вообще сносят смешный урон в лишнем-то бою. А дракон тут остался всего лишь один. Так что давайте сейчас мы до него достреляем. Все, дракона уже больше нету. Мы им троллям уже больше ничего не мешает стрелять. Бьем по мумиям. Еще минус 9, отлично. Огров, конечно, проклятие. Но она, по сути, ничего такого уж вредно-то не делает. Да, она, конечно, делает у тех же огров минимальный урон. Но, с другой стороны, это не такая же большая проблема. Потому что огров-то достаточно много. Так, ну окей, значит, бьем теперь и лечи. Постепенно, да, тут, конечно, мои орки. Ну а теперь очередной рейдж какой-то от некроманта. Потому что, как видите, у некроманта этой армии там больше почти не осталось. И у него больше никаких других вариантов-то они не было. Кроме как этот... До стихии-то использовать. Ну так, этим мумиям уже больше ничего не остается, кроме как умирать. Потому что их осталось только две. Так, ну все. Мамы выиграли. Понесли бы, конечно, при этом большие потери. Но зато получаем шлеман дурана, то, что мы искали. Опять-таки новый уровень под конец сценария. И... Дарлана, вражеский герой вас пленул. Ваше задание завершено. Ну что ж, ребятки, еще одной миссии меньше. И частью артефакта больше. Остается лишь последний, потому что решающий бой. Хотя особо внимательно могли уже заметить то, что артефакт можно будет даже полностью не соединять. Все-таки под конец нам придется делать такой выбор. Ну, об этих сценариях мы еще успеем поговорить. Пожалуй, о самых сложных во всей кампании. А пока что давайте прощаться. Всем спасибо за внимание. С вами был Септ. Всем пока и удачи. И до скорых встреч о вторых героях.